Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США могут отменить санкции против России ради заморозки конфликта на Украине. Американский аналитический центр Responsible Straight Craft спрогнозировал, что американские власти вскоре будут вынуждены пойти на сделку с Россией и отменить все или часть западных санкций в обмен на заключение мирного соглашения с Украиной. Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите G20 предупредил западных лидеров о том, что украинские власти закрыли окно возможностей для участия в мирных переговорах. При этом российский лидер не исключил возможности проведения таких переговоров с западными странами и в частности США. Американские аналитики отметили, что разрушительные западные санкции на российскую экономику так и не подействовали. С учетом отсутствия дальнейших рычагов воздействия на Россию, авторы статьи призывают Белый дом к отмене антироссийских санкций. Они обращают внимание на то, что попытки западных стран изолировать Россию вызвали обратные процессы. Это сблизило Россию с Китаем, Ираном, КНДР, странами Ближнего Востока и Африки. Это создало предпосылки стремительному расширению BRICS и отказу от использования долларов в международных расчетах. Спустя почти два года с момента начала российской спецоперации введения экономических санкций против России, российский ВВП вновь вернулся к докризисным значениям роста в 2-3%. В виде того, как российские власти спокойно переживают экономические и военные давления со стороны западных стран, все больше стран в мире начинают симпатизировать Путину и его окружению. В увеличении объемов экономического сотрудничества остальных стран с Москвой будет способствовать сокращению влияния в этих странах западных компаний. Рост военных контактов Минобороны России с африканскими лидерами привел к вытеснению из богатых ресурсами африканских государств французских военных. Укрепление связи России с Саудской Аравией и Ираном может привести к выводу американских войск с Ближнего Востока. В следующем году в США составятся президентские выборы, на которых Байден по предварительным прогнозам должен проиграть. Это может создать благоприятные условия для нормализации отношений с Россией. США в теперешних условиях необходимо отказаться от ошибочной стратегии экономического принуждения, которая базировалась ранее на военном превосходстве.